Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшнюю тему мы назвали так «Вижу вас насквозь или флюография на страже ваших легких». У нас в студии Прохоров Олег Юрьевич, это главный штатный специалист-фатезиатор Министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач противотуберкулезного клинического диспансера имени Сергея Дмитриевича Грязнова. Здравствуйте! Добрый день! Олег Юрьевич, я рад вас очень приветствовать. Начну с того, что вообще накоплен очень большой, многолетние практики были накоплены вашим учреждением. Оно уже много лет работает и много десятилетий, даже можно так сказать, борется именно с заболеваниями легких. Вот скажите, пожалуйста, и в том числе еще у вас собраны наилучшие, я думаю, специалисты в этой области. Вот что позволило, к чему позволило прийти, какие достигнуты успехи и вообще какова статистика заболеваемости у нас туберкулеза в Ульяновской области? Добрый день еще раз хотел бы сказать всем нашим зрителям. Хочу отметить, первое, что диспансер действительно у нас уже не один год, а десятилетие. Скоро будет столетие организации нашей противотуберкулезной службы в Ульяновской области. Большая история такая уже. Большая история, да. Я хочу отметить, что по всей России эти юбилеи у нас идут, потому что, в принципе, нарком партии подписывала приказы в одно и то же время. То есть разница буквально в 3-4 года, иногда даже в месяц. Поэтому у нас наши соседи ближайшие, они тоже вот-вот кто-то отпраздновал, кто-то будет. То есть практически одновременно заработала служба. Что я могу сказать? Опыт у нас за это время, конечно, наработан колоссальный. Учитывая то, что не стоит время, и оно всегда у нас движется вперед, также и медицина, и также в противотуберкулезной службе, какие-то новшества, какие-то методы лечения новые, какие-то новые операционные вмешательства, методы идут. То есть это все у нас, конечно, тоже идет. Первое хотел бы отметить по заболеваемости. У нас в регионе. В регионе, конечно, по всей России, мы будем говорить, в Ульяновской области, да. Я хочу отметить просто по цифрам, по абсолютным. Если в 2016 году было 825 человек, впервые выявленных заболевших туберкулезом, то за 2021 год, это уже все официальная статистика, и всего лишь 325. То есть в этом году, в 2022, мы подходим еще меньше. Точных цифр за год я, соответственно, дать не могу, но за 9 месяцев у нас уже снижение идет на 14%. Колоссально. То есть колоссально, да. Но у нас и задачи, в принципе, стоят амбициозные. Если дальше говорить, к 2030 году вообще летальность в Российской Федерации от туберкулеза должна быть ноль. Поэтому у нас и заболеваемость, соответственно, должна снижаться, потом эффективность лечения должна увеличиваться. Это следующий вопрос, который мы раскроем. Но из-за этого уже смертность, конечно, должна подойти к нулю. То есть от туберкулеза к 2030 году не должны у нас погибать наши пациенты. Какой опыт у нас достигнут? Да. У нас новые методы лечения. То есть у нас периодически меняются режимы химиотерапии, потому что в состав входят новые лекарственные препараты, которые периодически появляются на рынке, разрабатываются именно противотуберкулезного характера. У нас за последнее время появилось порядка двух или трех новых антибиотиков, которые действительно... Потому что бактерия туберкулезная, она такая изменчивая, быстро мутирующая, подстраивающаяся. Микобактерии, да. Микобактерии, да. Поэтому всегда нужно новый какой-то фармпрепарат для того, чтобы ее действовать на нее. То есть все время совершенствуется? Совершенствуется, да. Фармкомпании работают. Это однозначно. За последнее время, я говорю, за три или за четыре года, учитывая сейчас геополитическую обстановку, Российская Федерация прям, можно сказать, на своих партнерах в странах, да, дружественных, сама внутри разработка идет колоссальная. Сейчас запускают экспериментальным методом. То есть мы тоже в этой работаем структуре. Также операционные вмешательства новые, потому что высокотехнологические операции, это через эндоскопические методы какие-то, да. То есть моментально отрабатываем этот момент. Поэтому, что касается кадров, я могу сказать, у нас постоянно они обучаются, проходят какие-то тренинги, какие-то обучающиеся семинары. Время идет вперед, и, естественно, надо двигаться, и что-то новое познавать. Я знаю точно, что у вас методически тоже идет всегда эта работа, настроенная и на первичное звено, и настроенная и поликлинические, я имею в виду, сотрудник тоже. То есть невозможно именно обособленно как-то работать в этом направлении. Поэтому, упоминая о своей работе, вы, наверное, имеете в виду все, да, вот это вот, как говорится. Конечно, противотуберкулезный диспансер, он является головное учреждение, где именно проводят диагностику, лечат и профилактику. Да, но... С первичного звена? А основные поставщики, естественно, пациентов наших, это первичное звено, это однозначно. Первичное звено выявляет, смотрит, диагностирует, в случае необходимости уже направляет в противотуберкулезный диспансер, и там наши специалисты уже решают. Либо наше заболевание, либо это уже какая-то другая нозология. Ну, поэтому я знаю, что, Олег Крюч, вы очень с уважением относитесь именно к первичному звену, именно к медицинской работе, которая, особенно, как говорится, на рубеже, вот эти диагностики стоят. Ну, кстати, касаясь диагностики, флюорография и рентгенография, казалось бы, такие, ну, и там, и там лучевая диагностика идет. Вот в чем отличие? И вот сразу скажу, что раньше, конечно, была там пленочная флюорография и рентгенография тоже. Сейчас мы от этого практически ушли, ну, практически на 100%. Это просто вообще уже вчерашний век. Сейчас идет цифровая техника, да, там буквально на кнопке нажимается, все делает, все читается. Вот об этом давайте расскажем. Ну, вот действительно такой миф на настоящее время, он существует, что рентгенография и флюорография – это разные вещи. Вот на данный момент, да, они все уже цифровые. Разницы никакой, в принципе, принципиально нет. Отличие только в скорости выдачи результата. Это очень важно. Просто выдачи результата, и все. Потому что та нагрузка, и хочу вот разбить в очередной раз этот миф, да, если раньше это было все аналогово, если была нагрузка радиационная, ну, довольно-таки большая, сейчас она настолько минимальная. То есть, если говорить обратно вот в цифрах, одно обследование КТ несет нагрузку приблизительно 0,25 миллизиверт. 0,25. Заметить хочу, а флюорография несет 0,1 миллизиверт. Вообще, конечно. То есть 25 флюорографий равно одному КТ. Поэтому люди, стремящиеся сделать КТ и говорить о том, что я, как бы, хочу проверить свой организм, да, они получают нагрузку очень большую. Но при этом, когда им говорят, пройдите флюорографию, они, нет, нет, извините, там мы облучимся, получим облучение, и у нас там какие-то проблемы возникнут. Это уже было когда-то давно, когда это все было аналогово. Сейчас, в принципе, это одно и то же, что рентгенография, что флюорография. Нагрузка у них приблизительно одинаковая в связи с тем, что она цифровая. Просто дача-подача результата, то есть выдача результата. Флюорография мгновенно, можно прочитать. Рентген все-таки требует, сейчас, на данный момент, если выдача на пленку, то это занимает какое-то время. Потому что сейчас флюорографический метод обследования в большинстве своем уже не выводится на пленку. Все это в памяти компьютера, забивается в общую ПАКС-систему, так сказать, флюорография. Все в одной базе. Поэтому вот я считаю, что вообще это одно из таких исследований, которые скрининговые, можно сказать, которые прошел человек, и уже, можно сказать, 50% организма обследовался на все нозологии. Давайте, Олег Юрьевич, давайте сразу скажем, что может выявить флюорография? Вот чтобы прямо вот первое, второе, третье, четвертое. Вот основные хотя бы такие нозологии. Это тоже вопрос, и у наших телезрителей, и у всего населения складывается такое, флюорография равно туберкулезу. Нет, это не так. Потому что на флюорографическом обследовании мы выявляем онкозаболевания, рак легких легко. Особенно в начальных стадиях. Начальных стадиях, конечно. Когда 100% излечения практически. Какие-то кардиопатологии, потому что тень сердца тоже видно, то есть там тоже можно... Пороки какие-то сердца, конечно. Любые виды пневмонии, любые профилактические профзаболевания. Никто же их не отменял, как говорится. Вопрос нет. Какие-то анатомические структуры, какие-то особенности. На флюорографии тоже выявляются. Иногда бывает, если хорошо сделать укладку, если хорошо, мы можем и уже на лор даже заболеванию уйти. Тоже выявить. То есть очень помогает и в диагностике, и в лечении в дальнейшем. Поэтому я говорю, сделав флюорографию, мы можем сказать точно, что 50% организма обследованы. Олег Ильич, сразу тогда давайте скажем, почему именно один раз в год, вообще так-то по стандартам один раз в два года, но у нас получается эндемичный регион, как и многие наши регионы, по туберкулезу особенно. Поэтому один раз в год. Давайте объясним, почему. Да, по нормативам, по законодательным всем документам, вообще рекомендовано проходить флюорографический метод обследования один раз в два года. Но учитывая, что у нас еще эпидемиологическая обстановка в Ульямской области остается напряженной, все-таки мы не говорим о том, что можно расслабиться и не работать в этом направлении. А мы стремимся к 100%? А мы стремимся к тому, что пока на данный момент, как бы я ни хотел, как главный специалист, чтобы все наше население проходило один раз в два года, но пока нам надо проходить один раз в год. И некоторым людям, которые попадают в группу риска, даже необходимые, я мало того могу сказать, это два раза в год. То есть это имеющие хронические забывания легких, например, хобл и так далее, кровозаболевания. Совершенно верно. Это факторы риска, это могут быть и контактные, кто контактировал с туберкулезом, кто в пеницитарных учреждениях был, находился. Ну, группа риска, так называемая. Да, группа риска. Это социальные какие-то такие прослойки населения, контактные, соответственно, с туберкулезом родственникам, соседями тоже им необходимо проходить два раза в год некоторое время. Олег Кирович, ну, давайте расскажем, вот если выявлен туберкулез, например, или какие-то очаги заподозрили, какова мушутизация таких пациентов, ну, хотя бы в двух словах? Если он выявлен в общей лечебной сети, естественно, он направляется к терапевту по месту жительства. Терапевт уже разбирается по своим нозологиям. Первое, конечно, он исключает пневмонии, онкозаболевания, да, и только затем отправляет его в тезиатрическую службу. Обязательно с обследованием, правильно? Конечно, конечно. Вот об этом надо обязательно сказать. То есть рентгенография, да, сначала, ну, это пускай флюорография, потом мы уже переходим, если необходимость до обследования, это компьютерная томография. И если уходим не по туберкулезу легких, а по туберкулезу бронха, то есть, ну, там разные, да, бывают? Ну, кровь, моча, мокрота, это обязательно. Это обязательно клиника, там это уже и ФБС, это уже может быть и КТ, это могут быть туберкулиновые крови. Ну, наши терапевты, они вооружены этим всем, они все это знают прекрасно, да. То есть... Институт должен быть заполнен. Затем они просто-напросто, если терапевт ставит диагноз под вопросом туберкулез любой формы, пациент идет к нам в противотуберкулезный диспансер. Без проблем. Без проблем. Сделали для удобства. Если раньше у нас было разделение городские и сельские, были в разных точках дислокации, сейчас это все в одном учреждении, в одной поликлинике. приходится спокойно обследоваться полностью и узкими специалистами, и ктизиаторами, то есть кадровый такой вот у нас задел есть. Ну, тогда еще, может быть, контакты тоже назовете, какие-то контакты, может быть, в электронной сети, наверное, тоже есть, да, тоже? Какие-то вопросы, может, у телезрителей есть? Мы сторонники, естественно, открытости, открытости, конечно, готовы всегда отвечать на любые вопросы. У нас основная поликлиника, это амбулаторное отделение номер один находится на Гагарина, 14. Там ведется прием всего взрослого населения. Детское население у нас сейчас принимается полностью на Кирова, 4. Тоже диагностика, полностью обследуем. Ну и круглосуточные стационары, это, как было прежде, металлистов 28, нижняя терраса, третий проезд инженерный. Это хирургический корпус у нас там, и детский круглосуточный стационар, это на Оренбургской. Спасибо большое. Ну, то есть, вот, любой человек, в принципе, даже если у него какие-то там сомнения, вопросы, да, и он направлен, например, на какую-то консультацию, без проблем он может прийти и получить достаточно действительно вот такую помощь, да? Совершенно верно. К нам приходят не только даже с направлением терапевта. Даже так прям. Да, мы готовы и так принять, просто-напросто вопросов никаких не возникнет. Через регистратуру, через запись приходят, и наши специалисты готовы принять абсолютно любого. Олег Кириллович, я тоже хочу, чтобы еще один миф, мы сейчас об этом неоднократно уже говорили, да, и в том числе и в нашей программе, да, что это раньше считалось, что вот туберкулезом может мог болеть как-то социальные какие-то, да, ну, социальные факторы здесь влияют и все прочее, то есть, такое, может быть, более низкого социального статуса люди, да, но это совсем же не так, да? То есть, вот давайте об этом скажем, то есть, туберкулез, он может, в принципе, человек может с ним встретиться вообще, да? Ну, как я и говорил в начале передачи, туберкулезная палочка, она изменчива, время спешит вперед, и, естественно, если раньше был, опять же, социальные вот эти вот личности, они занимали 95% от всех заболевших туберкулезом. Но это уже настолько давно все это, да? Это было настолько давно, что сейчас процент, естественно, он занимает больше половины. Ну, и жизнь стала лучше. Больше половины. Достаточности. Но сейчас с четкой уверенностью могу сказать, что уже 20% заболевших – это трудоспособное население, которое ведет нормальный образ жизни, которых даже некоторых привычек вредных нет. То есть, в принципе, даже не зависит от профессии. Не зависит от профессии. Статусы. То есть, заболевают все, потому что контактирует социум более такой сближенный стал, Это контактов больше стало у нас. Поэтому заболеваемость, она вот в этом ракурсе, так сказать, как бы увеличилась. Ну, я вот считаю, что сейчас вот уже такая, как панацея, да, есть, что любой прием должен начинаться с того, что, да, на приеме врач и медсестра смотрят, да, есть ли у человека флюорография. Это вот то, с чего нужно начать, правильно? То есть, вообще прием. Это правильно. Это правильный подход. Это должно быть у терапевтов, у любого доктора первоочередная задача. То есть, сначала они должны просмотреть, есть ли флюорография, да, а потом уже начинать прием. Какое-то время... Такая догма прям должна быть. Догма, да. Когда было, помните, стоматологи на это били очень, без флюорографии они не принимали. Вот это действительно, и у них это поставлено сейчас здесь четко, потому что у них более контакт, да, то есть, ну, стоматологи, мы сами понимаем, воздушно-капельный путь, передача. Вот мое желание, чтобы каждый терапевт ощущал себя стоматологом. Хорошо. У нас даже, я хочу заметить, Олег Юрьевич, я тоже вот в силу своего функционала, тоже бываю практически во всех наших лечебных учреждениях, я вижу, что даже уже медицинские регистраторы наши, да, уже вот человек приходит на прием, обращается в регистратуру, и уже там начинается вопрос, да, пожалуйста, пройдите флюорографию, потом уже это. То есть, всегда задается вопрос, когда вы проходили, то есть, это тоже следится. Ну, в том числе, это и ваша, конечно, заслуга. С этого и надо начинать общая лечебная сеть, и, естественно, когда мы проезжаем с какими-то рекомендациями, с какими-то проверками на тех же выездных поликлиниках, первое, что лично я, как внештатный эфтезиатор, проверяю, как работают регистраторы, с чего у них начинается. Регистратор должен смотреть, есть ли флюорография, когда она пройдена, если прошел год, то они должны сначала отправить на флюорографический метод обследования, затем уже записать. А кто везде зеленый свет? Да, совершенно верно. Олег Юрьевич, ну, вот я знаю, что получено несколько машин у нас, флюорографы, да, передвижных, и они уже распределены, есть график, да, выездов, в том числе, в наши муниципалитеты, в районы. Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с этим графиком, и вообще, насколько помогают вот эти вот выездные формы работы? Получены они были по национальному проекту здравоохранения, получил их область в количестве восьми штук. Они распределены по муниципалитетам, распределены они так, чтобы данный район мог обслужить ближайший район, по количеству населения и по локации, то есть, чтобы удаленность, центральный район... Продумано все, то есть, идет? Да, продумано было. Один получен на противотуберкулезный диспансер имени Грязнова, потому что мы работаем и в городе, мы работаем в районе, мы работаем на каких-то акциях, на тех же ярмарках, на площадке различных. Вот сегодня у нас мы работали на площадке «Центр СПИД», потому что сегодня день борьбы со СПИДом. Там мы работали совместно с нашими коллегами. Какое подспорье они принесли, когда мы получили их? Ну, во-первых, это доступность. Первое. Это самое. Потому что мобильные, одним словом, то есть, они приезжают у нас в районы, в какое-то село, в какое-то деревню, подключаются, и населению не надо ехать в центральную районную больницу или в участковую больницу, для того, чтобы проходить... То есть, шаговая доступность получается? Шаговая доступность, совершенно верно. Выдается тот же результат, может выдаваться, если в машине работает врач-рентгенолог, либо потом передаются данные фельдшеру на ФАП, если есть. И уже тут же реагирует? Конечно, конечно. Вызывает, отрабатывает. Это все отлажено на данный момент. Естественно, опять же, хочу повториться, я хочу увеличить этот охват, чтобы население еще больше, и ведем информационную политику. До того, как... Конечно. С нами работают волонтеры в некоторых. То есть, прежде чем выехать в флюорограф, до этого могут пробежаться волонтеры у нас... Такая подготовительная идет работа. Да, листовки, раскидать в почтовые ящики, расклеить какие-то... Ну и график, опять же, есть же, да? Конечно. Я сейчас к этому подойду. В каких-то таких социальных объектах на почту, магазины, клеят объявления. Хорошо. Плюс обязательно графики есть в социальных сетях. Это однозначно больниц, да, районных больниц. Сейчас также в некоторые, где главы заинтересованы в этом, мы очень хорошо помогают у них в социальных сетях на администрации. То есть, с ними иногда отрабатываем, чтобы был подвоз населения. То есть, если мобильный комплекс работает в каком-то населенном пункте, и ближайший населенный пункт, ну, незначительное количество населения, которое проще подвезти, они выдают машину. То есть, и такие у нас есть случаи, и отрабатываем эти моменты для того, чтобы охватить больше флюорографическим методом обследования. На данный момент, я могу сказать, вот за 9 месяцев, да, у нас четкая статистика есть уже, прошло около 72 тысяч человек, 72 тысячи человек. Также в этом году начали скрининг делать сразу, сколько патологий. Вот могу отметить, вот из этих 72 тысяч пройденных, да, это только передвижными методами, передвижными флюорографическими установками, 2000 патологий. Это не говорит о том, что это туберкулез, это не говорит, что это онкология, это могут быть какие-то старые процессы. То, что мы уже говорили. Конечно, мы включаем туда абсолютно все. Это могут быть даже банальные переломы ребер уже застарелые, мы тоже туда это все включаем. Но все равно нужно разбираться. Конечно, все равно надо разбираться, то есть в дальнейшем мы отправляем пациентов к терапевту по месту жительства, и они уже там разбираются. То есть большой объем работы. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Ну что ж, вот такой интересный сегодня разговор у нас получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова